простейший ответ сразу нет правил в этом вопросе но кое-что есть поэтому начну вам объяснять подробнее прежде всего основная молитва у нас три раза в день молитвы основная называется шмуна и срей шмуна и срей называется также амида то есть нужно читать стоя читать стоя это как одни читают очень часто серьезные раввины и ну и вообще другие люди тоже читать не раскачиваются просто буквально стоят смотрят все дур молитвенник размышляет молятся по время шмуна и срей ничего не делают как вы обратили внимание кстати мне кажется а другие раскачивается что такое раскачивается они читают вот примерно так например бывает раскачивается начинает так что потом посередине такой вот так начинает двигаться то опять вся шмуна и срей занимает от 3 до 5-6 минут так что это в отношении к шмуна и срей и и нет правил можно и так можно и так можно сильнее можно слабее можно вот так иногда а можно просто читать стоя ничего не менять значит это шмуна и срей теперь другие части молитв молитв продолжается от дневной вечерний от 15 минут и и утренние 40 минут час в субботу два с половиной часа могут быть молитвы праздничные могут чуть дольше и тоже два с половиной часа утренние другие части обычно сидят иногда стоят там из чтение торы нужно слушать полчаса занимает среднюю может быть недельную главу прослушать тоже сидят следят по книге вот так примерно себя ведут те части молитвы которые молятся сидя тоже некоторые вот так вот раскачивается некоторые не не раскачивается шмуна и срей нужно читать обязательно про себя так чтобы рядом стоящий тебя не слышал поэтому надо читать только рядом стоящий тебя не слышал а то что мы сидим что и прочим можно читать чуть громче опять стараясь не мешать никому это вот вам все правила чтения но есть одно важнейшее правило о нем не очень говорят я хочу обратить на это внимание и тут уже как раз мы наблюдаем нарушение этого правила нередко а именно правило очень серьезно нельзя разговаривать друг с другом я не говорю про шмонейстрия шмонейстрия вообще нельзя разговаривать ни слова ни ничего даже не знаком ни подмигиванием ни указанием руки типа вот подожди или что-то или проходит мимо знакомого ты его приветствуешь рукой может быть ничего абсолютно но это вот эти 5-7-8 минут остальное время тоже нельзя разговаривать нужно себя приучать к этому я признаю конечно то что это трудно особенно допустим субботняя праздничная молитва два часа трудно надо себя приучать никакого разговора не ни с кем и ни о чем что может быть и разрешается например отец своего ребенка которому начинает приводить синагогу с возраста четырех-пяти лет но ненадолго конечно потом уже надолго начиная 6 7 8 лет это уже очень правильно правильно вместе будет какие-то отрезки молитв отец может как тихо ребенку смотри давай тут сидели хочет и покажу где читать не надо никого насиловать но хочет это покажу или что такое или вместо этого зни просто еврейские какие-то религиозные книги для детей включая с картинками и так далее сиди тихо и читай и это тоже хорошо потому что он привыкает сидеть среди молящихся людей поэтому дают ему читать разные книги на дне соответственно с возрастом все но больше ничего нет и даже это тихо замечание все обсуждать что-то с кем-то категорически нельзя не обсуждать молящихся не обсуждать молитву не обсуждать новости политические или общественные и прочее ничего этого нельзя это очень строгий закон к сожалению нарушается я бы сказал в очень многих местах поэтому я обращаю на это внимание и известно что правильное поведение когда не разговаривает ни о чем приводит благословение и на общину и на этих людей которые не разговаривают так что возьмите за это и не делая замечаний других не ругая никого и не критикую но разъясняя спокойно доброжелательно что именно так надо себя вести в синагоге и также еще и последний здесь во время субботной молитвы утренней и вечерней кстати пятницу вечером и субботу утром раввин или кто-то от имени раввина выступает с каким-то сообщением со словами торы на темы недельной главы на другие какие-то темы обычно это занимает 15 и 30 даже минут от 15 до 30 минут надо слушать если почему-то не интересно и не хочешь можно не слушать но по крайне не надо делать вид что ты не слушаешь то есть демонстративно открывать книгу и читать лучше все слушать можно думать о чем-то другом а лучше думать о том о чем раввин или кто-то другой говорит всему и всегда можно учиться и ни в коем случае не разговаривать вот пожалуй это то что на этот раз все доброго до свидания а